Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы находимся в городе Девинпорт, находимся в комьюнити, где можно сдавать недвижимость на короткий срок. Сюда я приехала по запросу своего клиента посмотреть дом. Клиент дистанционный, рядом нет, поэтому моя ответственность все просмотреть, пощупать и дать свою оценку дома. Естественно, мы не упустили такую возможность и вам показать, поэтому мы сейчас с вами. Давайте вкратце я вам расскажу по дому. Дом стоит 450 тысяч, 5 спален, 4 ванных комнаты, 3100 square feet. Стоит дом на 0,16 акрах. Постройки дом 2004 года. Гараж на две машины. HOA 68 долларов в месяц и налог 3200 долларов в год. Опять, как я и сказала, что мой покупатель хотел бы приобрести недвижимость, чтобы сдавать туристам на короткий срок. И как раз мы находимся в таком туристическом коридоре, где сдача достаточно горячая. Туристы сюда едут от парков до парков, вернее от дома до парков недалеко. Очень удобно. И самое главное, что в доме есть бассейн. Пройдем, посмотрим. Да. Так, зашли мы в такое открытое помещение. Планировка открыта у этого дома. Это называется комната для гостей. Вот у нас как раз гость сидит. Кстати, этот гость у нас в предыдущем видео, Дэвид, который давал нам интервью, теперь ждет нас, пока мы для вас дом снимем. Такая достаточно обширная, большая комната, столовая и комната для гостей. Так, вот он обеденный стол. Идем дальше. Так, полы. Да, где-то эти полы. Ламинат. Да, ламинат. Не линолеум, не винил. Так, здесь хранить всякие вещи. Гардеробная, где вы можете хранить верхнюю одежду. Так, здесь пройдем на второй этаж попозже. Плавно мы перетекаем... Смотрим, все. В гостиную, она называется еще Family Room, тоже обширное, такое большое помещение. Да, нормальное, кстати. С того момента, как я зашла в дом, что мне бросилось в глаза, это цвет стен. Стены я бы перекрасила. Они очень такого странного... Голубые. Да, и в каждой комнате разные, но это такие как бы мелочи, да. Ну, это мелочи. Полы хорошие, в хорошем состоянии. Комнаты достаточно большого размера и очень симпатичная кухня. Да, кухня, кстати, такая симпатичная. В данный момент дом не сдается на короткий срок, но сдача это возможно. Просто здесь живет сейчас сам хозяин. Понятно. Слушай, большая кухня? Большая очень кухня, поверхность непонятно какая. Такая интересная поверхность, мы таких здесь мало видим. Она больше, наверное, дерево, это не пластик. Это или шпон, вы знаете. Это шпон, шпон. То есть, пластиковый. Ну, ничего, так стильненько смотрится. Кухня перекрашенная, оригинальная кухня, она просто в серый цвет перекрашенная, потому что все сейчас считают, что это модно. Так что это, опять же, можно в любой цвет, какой хотите, перекрасить по вашему желанию. Фартучек. Мне, честно говоря, нравится серый цвет. Да. Фартук сделан. Очень большое количество шкафчиков. Посмотри, там еще. Здесь, да, такая. Отдельно, да? Барная зона. Зона. Много очень полочек для хранения продуктов. Я так понимаю, что вот это заменяет кладовку для круп. Ой, а скажи, здесь остается мебель, вот так как это на шорт-терм рент. Вот в этом доме мебель не включена. Не остается, да? Да, ну, честно говоря... И не надо, да, не особо она такая хорошая, как вы любите. Больше будет работа и более затратно от нее избавляться. Честно говоря, этот дом можно было обставить красивой, светлой, современной мебелью. Много мебели не нужно для туристов. Это по минимуму купить диван, стол, телевизор. Понимаете, да? И обеденный стол. То есть, да. Я думаю, если они не оставят ее, то это будет даже плюсом. Так, здесь у нас что? Здесь, смотри, здесь прачечная. Прачечная. И опять-таки кладовочки. Ты знаешь, очень умно распределена вот это вот. Все распланировано именно в понятии шкафов и хранения. Так, постирочная и сушильная. Вернее, стиральная и сушильная машины. И гараж на две машины, раз мы уже здесь. Посмотрите, как здесь все. Продавец, видимо, уже готовится к переезду. К переезду. До потолка все. Ну, в общем-то, тут обычно делают игровую зону, если что. Ой, да, кстати, практически... Где мы тут включались? Практически все... Слушай, в завалах не можешь найти. Все инвесторы, которые сдают на короткий срок, это очень хорошая инвестиция. Сделать здесь игровую комнату, поставить бильярд. Так, ну, апплайенсы нормальные. Можно не менять, для туристов вполне себе пойдет. Пока работает... Я вас заранее предупреждаю, что там стоит очередь на улицу. Как на улице, как обычно. У нас сейчас очередь... Хотели для вас... За недвижимостью, как я в детстве стояла за колбасой в Советском Союзе. Хотели для вас другой дом снять, но там такая очередь, open house, да? Мы просто не смогли этого сделать. Да, это точно. Давайте пройдем в это крыло. Так, полочки. Здесь у нас перед спальней полочки для полотенца. В общем-то, сам туалет. Это половинка. Сам узел. Половинка. Это гостевой. К спальне он не относится. Здесь мы проходим в спальню. Я так понимаю, это одна из спален, что очень удобно в спальне на первом этаже, когда приезжают пожилые люди или, может быть, инвалид, да, не может подняться или просто ногу сломал. Ну, правильно. Вот, пожалуйста, вам на первом этаже спальня, и тут же ванная комната, и тут же выход на бассейн. Ух ты, вот это классно. Посмотрите, как. Кстати, это очень ценится, потому что многие туристы... Ну, действительно, когда, если с пожилыми родителями, с бабушками, с дедушками приезжают, они делают запрос, чтобы спальня, а хотя бы одна спальня была на первом этаже. Правильно, правильно. Да, многие приезжают с пожилыми. Ковёр такой потёртый здесь, конечно. О, смотрите, холодильничек есть. Ну, его тоже, да, всё заберут? Даже вот эти-то вот заберут. Мне кажется, владелец какой-то маньяк холодильников. Я уже насчитала. Раз, два, три, а ты четвёртый. Подождите ещё, давайте будем делать, поиграем в игру, да, кто найдёт больше холодильника. Ну, вот, пожалуйста, один, второй в гараже стоит. О, правда, я вот этого не видела, холодильника. Ну, как минимум, остаётся один, правильно? Вот этого для вина он, может быть, заберёт. Конечно, остаётся основной холодильник. По поводу остальных нужно уточнять. Проходим на второй этаж. То есть одна спальня только, да? Только одна спальня. И одна спальня, да. Хорошо, проходим на второй этаж. Здесь у нас ковролин на полу, что, в общем-то, не нужно. Ковролин можно очистить, он, в принципе, не в плохом состоянии. Ребята, ещё один холодильник, поздравляю. Ура! Так, в общем, здесь тоже можно сделать вторую гостевую, например, взрослые. Комната, это бонусная комната. Бонусная комната, из неё делают вторую гостиную. Взрослые внизу отдыхают, а дети смотрят мультики, например, в этой комнате. Так, я вижу вот большие двери, ведущие в большую спальню. Что-то даёт мне понять, что это будет мастер. Да, это у нас мастер. Мебель вся такая в стиле двадцатого века, наверное. Но на мебель мы в данный момент не обращаем внимания, она, слава богу, не остаётся. Посмотрите, какая старинная просто мебель. Ну так он её забирает. Вот такое большое помещение для хозяйской спальни. Да, прилично, прилично. Что и говорить, можно развернуться. Здесь вход в большую просторную ванную комнату. Слушай, а мне здесь нравятся раковины такие красивые. Ты знаешь, в принципе, по ремонту дом мне тоже понравился. Вот если не обращать внимания на бардак какой-то, да, и на цвет стен, которые можно перекрасить. Обратить внимание на полы. Тоже плиточка хорошая. В принципе, и внизу здесь ковролин, жаль, конечно, что он есть, что не ламинат хотя бы, но он в достаточно нормальном состоянии, он просто грязный. А вот смотри, какой унитаз тоже. Сантехника-то какая хорошая. Прямо. Ну, хоть что-то. Унитаз как унитаз. Вот они тоже здесь постарались, видите, обновили как-то. Да-да-да. Не, ну смотри, раковина в стиле унитаза. Я таких унитазов видела. Полукруглых, да. В Америке они немножко другого стиля. Ванная оригинальная, акриловая. Со времен постройки. Душ. Ни большой, ни маленький. Но есть. И достаточно просторная гардеробная. Из этой гардеробной можно было бы слепить очень интересную комнату. Если бы умно поставить шкафчики, да? Да-да-да. Можно еще добавить, если у вас больше одежды. По шкафчикам в гардеробных у меня есть очень хороший специалист. Ух ты! Это хорошо. Очень хороший. Вижу, сколько у тебя связей много. У меня специалистов, да. На все случаи жизни есть. Здесь мы заходим. Здесь можно сделать одну из спален. Поставить два твин, например, в кровати, да? Чтобы два ребенка могли спать. Или одну твин. Что хотите. Прикольно, что это за аппарат с подушками. Чего только не придумали. Проходи в ванную. Нам все бегом-бегом нужно. Сейчас, я думаю, следующее. А, тут мы утыкаемся на гардеробную. Следующие гости будут недовольны. Да. А, здесь гардеробная. Так. Я предполагала, что там может быть ванная. Так, проходи, пожалуйста. Бонусная прикольная, мне нравится. Бонусная мне нравится. Она уютная и большая. Да. Здесь у нас получается ванная на вот эти две комнаты. Так. 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 То есть, смотри, там гардеробная, да, у нас? Да, гардеробная. Гардеробная с окошком, между прочим. Чтоб вы понимали. Да, это здорово. Здесь проходи, последняя спальня. Как я уже озвучивала, здесь пять спален. И в этой спальне уже есть свой санузел. Да, классно. Свой собственный. Так. И гардеробная. Кстати, здесь гардеробные такие большие. Большие в каждой комнате, да? Да, 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 да. Вот, посмотрите, достаточно большая гардеробная для маленькой спальни. Так, дальше. Продолжение следует. Так, вот мы выбрались на балкон. Теперь мы выходим в зону оазис. Ага. И опять-таки я нашла еще один холодильник. Вау, слушай. Мне уже просто, ну, интересно, сколько же у них. Но я надеюсь, что это последний. В общем, здесь бассейн. Жаль, что нет джакузи. А ты не знаешь, он теплый, подогреваемый? Ты знаешь, очень подогреваемый, да. Ну, это плюсик. Потому что это дополнительные пять тысяч где-то, да, стоит. Вообще, если ставить обогрев отдельно на бассейн, ставится... Ой, что-то я в какую-то паутину залезла, извините. Посоветовала, если дом хорош, например, сам по себе, не знаю, этот дом, другой дом, но нет подогрева в бассейне, а для туристов это очень важно. В зимнее время года такие дома с подогревом лучше сдаются. Вот. То это стоит где-то четыре с половиной пять тысяч. Ставится в течение там пару дней, и вот тебе уже готовый подогреваемый бассейн. Слушай, плюсик, то, что это все находится под скрином, под сеткой. Меньше ухода за бассейном. Да, соответственно. Здесь есть, куда поставить и лежаки, и вот сделать вот можно летнюю кухонку, в принципе. Кстати, минус я слышу прямо сейчас. Да, улицу слышно. Двух дороги, да. Да, улицу слышно, то есть она здесь есть где-то вот, где-то там. Я думаю, что если бы я здесь сама жила полное время, я бы подумала, если брать возле дороги, да, дом. Да, а для туристов это несущественно. Будет ли иметь какое-то влияние или нет. Да, да, да. Цвет тоже, смотри, какой интересный. Цвет, да, это, конечно, здесь не только интерьер нужно красить, еще и экстерьер. Но интерьер еще и экстерьер, понимаешь? Ты знаешь, я вижу, что это покрашено по-новому, но новая краска. Вот хозяин посчитал, что это прикольно. Ну, такая ядрененькая. Ядрененькая. Ну, люди здесь отдыхают. Зато здесь уже висит телевизор, стоит барная стой. Вот она. Я не думаю, что это останется с домом, барбекю, но здесь можно сделать такую хорошую зону отдыха для гостей. Ну, вот мы показали все, в принципе. Вот мы показали все, ребята. Извините за то, что мы так быстро, там действительно нам на пятки наступали, но мы зато мы показали хотя бы так. Да-да-да. Так получается. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. Мы вас очень любим. Всем успехов, здоровья, счастья и до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»